всем большой привет я рада вас видеть здесь на своем канале стараюсь выкладывать видео насколько часто у меня получается надеюсь что вам нравятся мои обновления на канале точнее на моем инстаграме вот я больше стала затрагивать темы постоянной этичной моды кстати говоря об этичной моде вот моя рубашка everlane и джинсы everlane все я купила на пош марки новенькая но цена была там уже нанесена потому что это как бы не из магазина было вот я очень довольна и качеством и сейчас конечно это очень прогрессирующая такая компания everlane самая бы сказала большая на американском маркете вообще мировая а вот так что буду рассказывать вам побольше на эту тему я считаю что нужно об этом разговаривать чтобы люди об этом задумывались и кто мог кого было желание приступали к действиям вот сейчас я собралась не думайте что я такая каждый день хожу с таким макияжем я собралась поеду сейчас нью-йорк возьму вас с собой там у нас будет съемка для моего инстаграма с дашей йорк мы с ней уже принципе каждую неделю к выезжаем всегда в нью-йорк сделать какие-нибудь бомбические фотографии я уверена что мы сейчас не просто еще только на звездной полосе самые бомбы нас ждут впереди но несмотря на это мы в общем друг другу привыкаем и придумываю очень классные для вас разные интересные проекты сегодня поедем нью-йорк и я бы хотела с вами поболтать а чисто вот о нью-йорк как старые добрые времена и думаю что сегодня я вам расскажу как вести себя в нью-йорке чтобы вы не выглядели как туристы вот то есть такие пунктики которые нужно иметь ввиду когда вы приезжаете что делать что не делать как говорить как одеваться в общем все что касается нью-йорка и нью-йоркского образа жизни поэтому на оставайтесь вместе со мной я думаю что это видео будет интересным и захватывающе что в нью-йорке сейчас такая шикарная осень любимая моя честно сказать время года в нью-йорке осень мы едем центральный парк там будет шикарные виды поэтому не переключайтесь а пробки в туннеле я жутко опаздываю мне так неприятно что я даже заставляю ждать что что поделаешь это нью-йорк такое бывает я умею с чемоданом несу мне всего лишь нужно пробежаться 10 блоков но из-за того что я опаздываю я решила спуститься бутро запыхалась уже очень много весла в общем я бегу а позже вам буду все рассказывать о нью-йорке я смотрела классная серия орел и решки про японию мне не рассказывали что японцы никуда не спешат потому что они выходят очень заранее тем самым они друг друга не толкают все спокойно передвигаются без спешки короче мне и у японцев нужно поучиться мне кажется я уже разгребла все там в нью-йорке пока Даша пошла с высоком я вообще решила с вами поговорить маленько вообще когда вы приезжаете на манхэттен в нью-йорк в английском нью-йоркеры никогда не называют манхэттен манхэттен если вы слышите что-то говорить я на манхэттен или поехали в манхэттен это первый звоночек что человек не отсюда потому что все называют манхэттен и the city вы помните сериал с этим и сирий то есть понятно что the city они имеют в виду манхэттен поэтому если вы приезжаете и хотите быть как настоящий нью-йоркер то нужно называть манхэттен а я пью камбучо очень вкусное с манго вот они наши друзьяки чемоданчики они за нами по всему нью-йорку следующая рекомендация если вы приедете в нью-йорк и вы хотите сайты на своем то переходите дорогу на красный свет ну конечно если машину не ездят вы понимаете что я не под машины вас посылаю но если нет машины горит красный то в нью-йорке спокойно все переходят через дорогу привлекают, переходят, полезные вы кто как в общем насколько все дорожатся или не дорожатся вот но если я вижу что кто-то стоит на красном и вежливо законопослушно ждет когда загорится зеленый то это очевидно бурить из любой страны если вы приехали в нью-йорк и купили всю долгожданную фотошку, толстовочку, футболочку на которой написано I love New York пожалуйста дождитесь того самого момента когда вы приедете домой в Москву, Верминии или в Лондон тогда вы можете купить это кофе потому что это конечно когда-то показывает что вы там выманите мои сумасшедшие волки на голове следующий совет если вы вдруг девушки приехали сюда в нью-йорк то имейте ввиду нью-йорк это город где ходят очень много пешком поэтому купили купили можно конечно на каблуках с собой взять ну если вы допустим соберетесь в первые тени вечером ночью но если вы ходите просто в течении дня то кроссовки вам лучше купили хотя бы какие-нибудь удобные там палетки, пакеты и все что что-то удобное если вы приехали в нью-йорк и лететесь на дешевый в кавычках буфет там знаете разновески то тоже скорее всего это признак не нью-йоркера потому что нью-йоркеры знают что уличная еда во-первых она дешевле есть маленькие кафешки и там получают дешевле хотя бы даже дешевле если вы знаете в нью-йорке вам он придется примерно около 8 долларов что выйдет гораздо дешевле меньше набирать чтобы там сети якобы в дешевом но вам это примерно хорошее такое обойдется около 15 долларов девушка когда вы приезжаете в нью-йорк не забудьте про ваши аксессуары говорит поле без сережек без часов только с обручальных колесов ну нет так как у меня просто сумма по моей съемке сегодня но на самом деле в городе нью-йорке девушки очень много уделяют внимание аксессуару то есть какая-то отрежда чисто могут быть упанные, драны грязные не знаю все что угодно но аксессуары должны быть интересные красивые или хотя бы яркие смотрите как прикольно украшают хэллоуину там конечно молодцы подошли они профессионально к этому делу хотя я хэллоуин такие декорации не очень люблю но я понимаю что это тоже искусство для кого-то мы с Дашей зашли в кафе переживаем очень такое сильное освещение на улице сегодня так получилось что очень солнечный день и вот фотошки такого не любят поэтому садим рассматриваемся на вашу дно очень удобное место вот и я вот все продолжаю думать как же себя вести чтобы вы выглядеть как нью-йорки настоящие в нью-йорке никогда на вас не будут упор смотреть то есть все понимают что это будет некомфортно ну допустим если вы едете в метро и как-нибудь там экстравагантно одеты то скорее всего нью-йоркеры не будут вас обглядывать с ног до головы как бы это наверняка случилось в московском метрополитене вот в нью-йорке все более релаксово подходят к этому вопросу все просто как бы обратят внимание но это будет такой скользящий взгляд нежели как у нас принято это обсматривание с головы до ног это пожалуй сразу выдает туристов которые просто открыт рот розинов глаза как это розинов рот они будут пристально смотреть и разглядывать ваш аутфит в детали поэтому так делать не стоит я переодела готова к следующему обману дальше заходим в кафешке переодеваемся идем дальше чемоданная жизнь и так мы так уже конкретно конечно потустали но все равно мы стараемся пытаемся свет ворьбе уже стал лучше но тут уже наступило когда мы уставшие вот ну ничего я думаю что у нас получится все равно какие-то красивые кадры я очень надеюсь потому что сейчас конечно нью-йорка в осень это самый красивый нью-йорк который можно себе представить да ну